Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – экология культуры, а грамматическая тема – знаки препинания в предложениях с составными конструкциями. Сегодня на уроке мы интерпретируем содержание предложения абзаца, соотнося его с темой основной идеи авторской позиции. Дадим понятие о вставных конструкциях, знаках препинания при них. Сформируем умение выразительно читать и пунктационно оформлять на письме предложения со вставными конструкциями. Ребята, посмотрите, пожалуйста, внимательно на эти иллюстрации. Как вы думаете, что объединяет данные иллюстрации? Как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить? Безусловно, вы все догадались. Это тема культуры, культура человеческого поведения. И наша лексическая тема – это экология культуры. Что же такое экология культуры? Экология культуры, она изучает органическое единство и равновесие всех сторон человеческой культуры, представляет интерес для нормального развития человеческого общества и способствует созданию определенной системы воспитания. Ребята, сейчас мы с вами поработаем с текстом. Мы прочитаем его и выполним задание. Культура человека складывается из двух частей – внутренней и внешней. Внутренняя культура – это знания, чувства и умения, лежащие в основе жизни человека. Образованность, развитый интеллект, добродетельность, нравственность, профессиональная подготовка. Внешняя культура – это культура поведения, культура непосредственного контакта. Она рождается на стыке внутренней культуры человека с окружающей средой. Внешняя культура относительно независима от внутренней. Вольтер говорил, этикет – это разум для тех, кто его не имеет, и он во многом прав. Ты можешь хорошо знать правила этикета и соблюдать их, но при этом не обладать соответствующей внутренней культурой, в том числе развитым интеллектом. Внешняя культура состоит из двух частей – того, что идет от общественного мнения, разных общепринятых правил, этикета, и того, что идет от совести человека – деликатность, такт, вкус, манеры. Существует правило поведения разного уровня. Уровень общечеловеческих правил, принятых в современном обществе. Уровень национальных правил или правил, принятых в данной стране. Уровень правил, принятых в данной местности, в селе, городе, столице, уровень правил, принятых в том или ином общественном слое, в среде рабочих, в среде интеллигенции, в высшем обществе и так далее. Уровень правил, принятых в том или ином профессиональном сообществе или общественной организации, медицинских работников, юристов, военных, государственных служащих, членов той или иной партии. Уровень правил, принятых в том или ином учреждении, образовательно-медицинском, государственном, коммерческом. Между правилами внутренними регуляторами поведения имеют место очень сложные отношения. Они противоположны как внутренние и внешние, типичные и индивидуальные, и в то же время работают в одном направлении. Итак, ребята, придумайте, пожалуйста, название текста, определите тему, разделите текст на абзацы, определите микротемы, выделите главную второстепенную информацию, определите идею, как проявляется авторская позиция, найдите предложение, которое выражает идею, авторскую позицию. Итак, тема – это слагаемые человеческой культуры. Культура и её составляющие. Четыре абзаца можно выделить в данном тексте. Внутренняя культура, внешняя культура, правила поведения разного уровня – это микротемы данного текста. Главная информация содержится в предложении. Культура человека складывается из двух частей – внутренней и внешней. А вот второстепенная информация, ребята, существует правила поведения разного уровня. И, конечно же, когда мы говорим об идее и об авторской позиции, у человека должна быть развита как внешняя, так и внутренняя культура. Это основная мысль данного текста, и подтверждается она словами. Культура человека складывается из двух частей – внутренней и внешней. Авторская позиция здесь есть, и прямая авторская позиция, и оценочная лексика. Посмотрите, Вольтер говорил, этикет – это разум для тех, кто его не имеет, и он во многом прав. То есть здесь оценочная лексика – он прав. И дальше, посмотрите, такое ощущение, что автор вступает в диалог со своим читателем. Ты можешь хорошо знать правила этикеты, соблюдать их, но при этом не обладать соответствующей внутренней культурой, в том числе развитым интеллектом. То есть здесь уже прямая авторская оценка. Обратите, пожалуйста, внимание, ребята, на второе предложение. Внутренняя культура – это знание, чувства и умения, лежащее в основе жизни человека. Образованность, развитый интеллект, добродетельность, нравственность, профессиональная подготовка. Как вы думаете, почему некоторые слова в скобочках у нас? Найдите подобные предложения в тексте. То есть здесь как будто бы автор уточняет, что же конкретно относится к этим чувствам и умениям – образованность, развитый интеллект и так далее. Таких примеров предложений очень много во второй части текста, то есть там, где мы говорили об уровнях. Уровень правил, принятых в данной местности, посмотрите, в селе, городе, столице. Уровень правил, принятых в том или ином общественном слое. Дальше уточняется, да? Среди рабочих, среди интеллигенции, в высшем обществе и так далее. И дальше во всех практических предложениях. Сделайте, пожалуйста, вывод. Для чего автор использует подобные конструкции? Как вы считаете? Конечно же, для того, чтобы внести какую-то дополнительную информацию. Итак, здесь мы с вами проследили использование вставных конструкций. Что же такое вставные конструкции? Вставные конструкции – это слова, словосчитания или даже целые предложения, которые содержат различного рода добавочные, попутные какие-то замечания, уточнения, поправки и так далее. Вставные конструкции – они грамматически не связаны с предложением, располагаются обычно либо в середине предложения, либо в его конце. И вводные, и вставные конструкции выделяются интонационно в предложении, отграничиваются от него. Для них характерна особая интонация вводности, то есть интонация включения или выключения, то есть понижение голоса, убыстренный темп произношения по сравнению со всем предложением. Итак, чем же отличаются вставные конструкции от вводных? Вставные конструкции, во-первых, они не выражают отношение говорящего к высказываемой мысли, они не содержат оценки сообщения, не содержат указания на его источник, не указывают на связь с другими сообщениями. Выражая дополнительные сообщения, эти конструкции требуют более значительного выделения в предложении, поэтому используются обычно скобки или тире. Кроме того, смотрите, вводные конструкции, простите, вводные конструкции, они могут занимать любое место в предложении, а вставные конструкции могут быть только в середине или в конце. Итак, способы выражения вставных конструкций, они очень разнообразны. Например, можно передать, допустим, отношение к мысли при помощи вопросительного или восклицательного знака. Вставка может быть словом, словосочетанием, целым предложением или даже абзацем. Посмотрите, это было великолепное, дальше идет вставная конструкция, восклицательный знак, зрелище, как мне потом сообщили, однако никому не было весело. Вставное предложение может соединяться с основным предложением или без союзов, или при помощи союзов, а также союзных слов. Например, когда все кончилось, дальше идет вставная конструкция, а бой длился около часу. Надждив, сел на коня и шагом поехал по равнине. В качестве выделительных знаков в предложении со вставными конструкциями обычно используются скобки и тире. Наиболее распространены круглые скобки. Фигурные скобки могут использоваться, но в текстах специальных, например, в математических текстах. Квадратные скобки применяются для авторского пояснения отдельных слов в цитируемом тексте. Обратите внимание, он, дальше идет вставная конструкция в квадратных скобках, блок. Первым открыл талант Есенина, первым услышал песни души рязанского поэта. Итак, скобками выделяются следующие конструкции. Дополняющие или поясняющие содержание основного предложения, представляющие собой попутные авторские замечания, поясняющие отдельные слова в основном предложении, носящие присоединительный характер и отражающие авторское отношение к высказанным словам. Давайте потренируемся, ребята. Спешите, объясняя знаки припинания. Докажите, что в скобках даны вставные конструкции. Научитесь выразительно читать эти отрывки. Ребята, вы можете выполнять эти задания действительно в тетрадях, то есть списывать и объяснять знаки припинания. Татьяна, русская душой, сама не зная почему, с ее холодной красой любила русскую зиму. Обратите внимание, здесь авторское ударение, ребят. Он подал руку ей. Печально, как говорится, машинально. Татьяна молча оперлась. Быть может, лесная надежда. Укажет будущее невежда на мой прославленный портрет и молвит. Кто-то был поэт. Я думаю, вы обратили внимание, ребята, на интонацию, да? Она либо ускоренная, либо носит интонацию такого какого-то попутного замечания. Выделите знаками припинания вставные конструкции. Проверьте, пожалуйста, себя, ребята. Что у вас могло получиться? Любовь, думал я. Вот она, наша вставная конструкция. Соответственно, мы ставим цире с двух сторон. Сильнее смерти и страха смерти. Только губы, запекшиеся кровью на иконе твоей золотой, дальше идет вставная конструкция в скобках. Разве это мы звали любовью? Преломились безумной чертой. А отшельник, вставная конструкция, круглые скобочки, как ты помнишь, он умел не только грустить, но и думать. Закончилась вставная конструкция. Стал думать. И дельфин, круглые скобочки, как и все волшебники, он любил говорить загадками. Закончилась вставная конструкция. Вильнул хвостом и поплыл по своим делам. Переодевшись без торопливости, вставная конструкция, он никогда не торопился. Вронский велел ехать к баракам. Распространите предложения вставными конструкциями. Словосчитание, слова для справок. Проверьте, ребята, себя. Горный воздух, без всякого сомнения, действует благотворно на здоровье человека. Полевая клубника, я уверен, уже поспела. Орловская деревня, мы говорим о восточной части Орловской губернии, обыкновенно расположена среди распаханных полей. Итоги урока. Вставные конструкции вносят в предложение дополнительные сведения и имеют характер попутных замечаний. Они выделяются интонационно в устной речи и знаками припинания, скобками или цире на письме. Вставные конструкции могут находиться только в середине и реже в конце основного предложения, но не в его начале. Используются эти элементы чаще в устной речи, но встречаются и в художественных произведениях. До свидания, ребята. До новых встреч!